Кто умеет – делает, кто не умеет – учит. К инструкторам по вождению эта цитата относиться не должна. Но статистика – вещь упрямая. Процент сдачи минимальный, аварийность среди учеников автошкол в последнее время возросла. И хоть машины с яркой буквой «У» на крыше сотрудники ГИБДД останавливают нечасто, сегодня особый день. Сегодня мы проводим массовую проверку учебных автомобилей. Работаем мы в двух местах – это проспект Ленина и улица Лежневская. Мы проверяем соблюдение правил дорожного движения со стороны курсантов и всю необходимую документацию, которая должна быть у инструктора. Инструктор должен руководствоваться прежде всего пунктом 2.1.1 правил дорожного движения. То есть у него должны быть все необходимые документы, как и у водителя. Но также и должны быть дополнительные документы. Это прежде всего прохождение. Путевой лист, в котором должны быть отметки о прохождении медицинского и технического осмотра перед выездом на линию. А также мы проверяем ту карточку, которая имеется у курсанта, о том, что он действительно официально выходит учиться именно в этот день, именно в это время. Большинство наставников начинающих водителей сами экзамен не прошли. Из 39 остановленных учебных машин без нареканий уехали лишь 10. Среди нарушений – неисправность автомобилей, отсутствие путевых листов и отметок в тех паспортах транспортных средств, а переоборудование их под учебные. Ну и, конечно же, ремни безопасности. Согласно правилам дорожного движения, и инструктора, и курсанты должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Но бывает, что инструкторы об этом забывают. По старой традиции ездят без ремней безопасности. За это мы также их штрафуем. Среди нарушителей был остановлен автомобиль, в котором инструктор был пристегнут, а курсант нет. Вот такое обучение. За все нарушения своего подопечного заплатить придется учителю. Пять протоколов было составлено за непредоставление преимущества пешеходам. Еще шесть за нарушение требований дорожных знаков. Этот преподаватель нарушил сам. Ездил с учеником по улицам города без водительского удостоверения. А после и вовсе пытался обучить правилам дорожного движения инспектора ДПС. У меня час времени есть. Привезти документы. У вас есть один час времени? Вы задержаны за административное правонарушение. Нарушение понта правил 2.1.2. Отсутствие водительского удостоверения. И никуда вы сейчас не уедете, пока мы на вас не составим административный материал. Я могу исключить вот это, потому что у меня есть оно. Я не спорю, что оно у вас есть. Оно у вас есть, да. А зачем это меня нарушать? Я в течение часа его привожу. У вас должно быть водительское удостоверение в кармане. Сели за руль, все. Вы обучаете. Если у вас, товарищ инструктор, беспорядок с документами, то как вы готовите курсантов? Инструктору объяснили, что его нарушение – свершившийся факт, за который он должен понести наказание. А вот когда он предоставит водительское удостоверение, ему позволят забрать автомобиль. Но штраф в 500 рублей уже неизбежен. Это недоброе утро для инструктора должно стать уроком на будущее. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.